а помните те времена когда первые офисные принтеры были с размером с тумбочку конечно не помните потому что вас тогда не было и меня тогда не было кстати сейчас тоже такие агрегаты есть учитывая мою специализацию друзья часто приходят ко мне говорят братюнь помоги подобрать вот эту рубашку к этим джинсом или как заменить карданный вал гораздо реже обращаются насчет всяких айти вопросов в частности как выбрать принтер и вот тут начинается длинное повествование на тему различных типов мфу ориентированности типов печати кстати мфу переводе на человеческий это многофункциональное устройство то есть и принтер и сканер и тумбочка xerox в общем все вместе чтобы минимизировать затраты собственного времени а также помочь большому кругу людей интересующихся данным вопросом мы решили записать видео где кратко опишем главные фишки различия и преимущества разных типов этих самых многофункциональных устройств для примера возьмем три самых популярных их вида это лазерный мфу вот тут все открывается сканируется печатается есть струйный мфу вот такой и мфу струйный но со встроенной снпч кстати снпч переводится как система непрерывной подачи печати можете посмотреть обзор вот этого принтера мы его делали там внутри установлены четыре канистры с разными цветами и трубочки и шланги все бегает и маленький зверятку в общем смотрите интересно не так давно считалось что лучшие в мире принтеры это лазерные принтеры однако за счет снижения стоимости печати как черно-белый так и цветной струйная печать со временем обрела широкую популярность и среди домашних пользователей и среди малого бизнеса сейчас не пугайтесь будет немного технической информации в качестве топлива струйные принтеры используют растворимые или пигментные жидкие красители они наносятся на бумагу микроскопическими порциями во время работы струйника печатающая головка перемещается от одной части листа к другой равномерно разбрызгивая краску такие модели отлично подходит для печати фото в лазерной технологии печати совсем иной принцип действия лазерные принтеры как и факсы используют для печати специальный твердый краситель тонер изначально использовался угольный порошок однако позже они были заменены тонером его отличительной чертой является ускоренный процесс высыхания лазерные принтеры отлично подойдут для работы с документами они очень быстры при черно-белой печати snpc это проще говоря струйный принтер которому подведены специальные трубки с другой стороны они окунутые в специальные банки с краской во время печати принтер тянет краску по этим трубам с этих банок и дальше все как в обычном струйнике устройство состоит из резервуаров для чернил соединенных силиконовым шлейфом с картриджами или капсулами расположенными в печатающей головке использование snpc позволяет достичь экономии при печати в несколько раз в сравнении с обычными картриджами snpc бывают как кустарные когда вы покупаете эту систему и прикручиваете ее к лично вашему принтеру и все это вот на столе выглядит как целый цех либо бывают принтеры уже со встроенной системой snpc если вы решили устроить дома фото ателье и печатать миллион фото в сутки то snpc круто тем что печатает непрерывно просто ставишь рядом с принтером 4 или 6 ведер с краской макаешь туда шланги и понеслась печатать всю ночь еще очень важное преимущество snpc над картриджами это возможность восполнения запаса чернил разного цвета в соответствии с их реальным расходом в то время как менять стандартный трехцветный картридж приходится при исчерпании одного из трех цветов это вот ну очень дорого выходит например приехал с отпуска на море распечатал все фотки с морем и песком и потратил всю желтую и синюю краску красной и зеленой краски в картридже еще куча а его уже нужно менять вот в таких случаях snpc рулит в целом это основные аспекты которые нужно знать при выборе принтера но также есть куча других плюшек наличие вайфая например кому-то будет удобно скидывать фотки со смартфона или документы с ноутбука без участия компьютера еще сейчас много принтеров с поддержкой nfc вы так приложил просто смартфон к принтеру об и они по bluetooth уже соединились а дальше либо печатай фотки либо настраивать что-то со смартфона дорогие офисные лазерники могут быть большим и закрытым лобком для бумаги быстрой заменой тонера большим сенсорным экраном это там очень много всего может быть короче перед покупкой принтера хорошо подумайте для чего он вам нужен печатать много документов тогда однозначно берите лазерник если хотите сразу экономить и печатать фотки берите струйник а если будете печатать много фоток то берите струйник со встроенной snpc на этом все пишите в комментариях какой mfu подходит лично вам под ваши задачи подписывайтесь на наш канал проставьте лайк и можете отправить это видео тем вашим друзьям которые вечно спрашивают у вас какой принтер выбрать всем пока а также можете глянуть наше видео о том как выбрать ноутбук и наше экстремальное сравнение батареек стоит ли покупать дорогие